Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео-покупочка лошади подписчику. Что-то в последнее время просьб на покупку лошадок очень большое, да такая, что появляется уже некая очередь. И сегодня у нас на очереди Крис Мунсмит, очень интересный персонаж, который попросил впервые купить ему лошадку с некой ассоциацией со мной. Но вначале давайте же познакомимся поближе, кто такая Крис, и я зачитаю вам ее историю. Крис с детства любила лошадей и все никак не отставала от родителей со своей мечтой, собственной лошадью. Ее семья могла позволить заниматься девочке конным спортом, и вот уже в 12 лет она начала ходить на занятия. Крис стала быстро достигать хороших результатов, что послужило точком к аренде лошади, считай почти своя. Сказали родители. Время шло, Крис исполнилось 18 лет, и она узнала, что лошадь, к которой она так привязалась, продают. Так и исполнилась ее мечта. Северная звезда, мышка, теперь ее. Девушка поступила в университет на профессию тренера и бирейтера, хотя уже и так занималась другими лошадьми, так как была известна в кругах Юрвика своими достижениями. Сейчас ей уже 20, она выкупила часть конюшеного комплекса, чтобы всегда были места для ее лошадей и лошадей клиентов. Мышка помогает Крис в тренировках с ее учениками. У девушки теперь уже не одна лошадь, а целых 6 своих. Это еще и не предел. Чепа или же Чепчик, Яша и Марпи. Три основных спортивных лошади. А еще есть Сая и Гост, спасеныши-сбойни, которые, как Крис кажется, всю жизнь пробыли вместе. Остальные лошади в конюшне клиентов. По скриптам в скобочках указала клички из игры, чтобы было понятно, про кого идет речь. Так, давайте посмотрим вначале на Чепу или же Чепчик. Это у нас Legend Champion. Я так понимаю, это All In. Да, это All In. Это у нас Чепчик. Вас даст очень приятно познакомиться. Следующий у нас Яша. Это вот единственный теннисец у нас такой. И Марби. Marble Queen. Это у нас... Ну, по сути, кстати, так и называется. Марби. Как раз-таки три спортивные лошади у Крис. Крис, ну что ж, очень интересная история. Она затягивает. И прям очень классный персонаж. Мне безумно нравится. И, если честно, когда я зашла на аккаунт, вначале я немножечко удивилась и испугалась даже, потому что у нее такая же прическа, как у меня. Это во-первых. А во-вторых, я неожиданно увидела свою знакомую, стоящую рядом со мной. Это было очень неожиданно. Так вот, давайте же я теперь покажу быстренько, какие лошадки у нее на конюшне. И я даже не знаю, будет ли это долгая покупка или короткая, потому что у меня уже есть пару идей, каких лошадок ей купить. У нее большое количество лошадей, целых две страницы, если их переместить себе на пастбище. Среди них много магиков, соловых, гнедых и несколько вороных лошадок. Какую же лошадь я бы хотела ей купить? Пребывания просто самые необычные, которые я только читала для покупки лошадки. Какое же имя давать лошади? Хозяйка сказала, как душа моя пожелать. Ведь самое главное, чтобы в имени лошади отразилась связь со мной. То, что покупала ее именно я. Она должна быть третьего поколения, любого экстерьера. Она мне также перечислила целый список лошадей, которых нельзя покупать. И я не буду его зачитывать, так как это не породы, а определенные масти. Потому что на этих лошадок у нее свои планы. Было бы классно, если бы у коня сразу появился сет амуниции и недоуздок. Вот недоуздок прям обязательно. СК, конечно же, тратить на это можно. Прическа любая. И была также приписочка, чтобы дополнительно я выбрала пол и возрастом поставила бессмертный. Вот это очень интересное требование. И у меня уже есть две идейки. Две? Да, пожалуй, две идеи, которые я бы купила и в конюшню. И раз уж не только имя должна ассоциироваться со мной, но и сама лошадь. Поэтому, ну что ж, давайте устроимся поудобнее. И джи седлайте своих коней. И поехали смотреть нашу первую лошадку. Представляете, я только сейчас пошла смотреть лошадь, которую я безумно бы хотела ей купить. А вернее рассмотреть на покупку. Прям очень-очень сильно. Но, к сожалению, эта лошадь мне недоступна. Вернее, она недоступна ее персонажу, потому что у нее не открыта эпона. Это очень-очень грустно. Это очень-очень жаль, потому что я безумно хотела эту лошадь посмотреть. И возможно купить. Значит, быстренько посидим по дому, куда еще можно съездить, за какой лошадкой. Ну а пока что сгоняем в Red Wound Point. Итак, вот мы и приехали в Red Wound Point. Да, здесь у нас стоят дички и джи лохматики. В общем, дикая лошадь Вирвика. И здесь как раз есть одна масть, которую я очень сильно люблю. И которую, может быть, как раз сегодня мы купим ей в конюшню. Но сейчас я смотрю и понимаю, что таких мастей две. Вот эти вот две лошадки. Изначально я хотела, может быть, взять ей вот эту масть. Я ее называю масть Хаски. Но вот этот вот орешек, каштанчик, мне тоже очень нравится. И так как у меня отпали вообще все мысли о рассмотрении, какую же лошадку ей купить. Потому что я действительно не знаю, какую лошадь бы ей купить. Которая бы ассоциировалась не только именем со мной, но и, возможно, внешностью. Сейчас вообще никакие мысли в голову не приходят. Тем более лошадки третьего поколения. У меня было две. Одна из них мне недоступна, так как она в Ипоне. Поэтому сегодня будет, видимо, самая быстрая покупка лошади подписчику. Потому что я хочу купить вот эту прелесть. Ну что ж, давайте же все-таки будем ее покупать. Я не посмотрела, каких лошадей у нее больше всего в конюшне. То ли жеребцов, то ли кобылок. Прическа любая, на мое усмотрение. Но дички прекрасны тем, что у них свободная то ли шерсть, то ли грива. Непонятно. Но я хочу оставить дичку такой, какая она есть. Лохматый, слегка вьющийся. И немножечко, да, вот такой вот, своенравный. Поэтому прическу мы менять ей не будем. Вот такой вот симпатичный шаг, рысь, манежный голоб, голоб и карьер. Специальная анимация. У нас есть вообще-то специальный алюр. Вот такой вот красивенький. И у нас есть специальная анимация. Это просто лечь и вот так вот полежать. Немножечко отдохнуть. Ой, ну какая же она милашная. Прям как и я. Ну, раз уж мы начали про ассоциации. Так, тогда выбираем. Это будет Eternal, вечная. Давайте это будет пока что вечная кобыла. А там уже посмотрим, как можно придумать, как ее назвать. Я очень долго не могла понять, кто же я, как меня можно ассоциировать, какое имя можно дать лошади, которое было бы связано со мной. И таких вариантов оказалось очень много. Нереальное большующее количество вариаций, которое бы подошло любой лошадке. От пони до спортивной и дальше до тяжика. Вот абсолютно любые ассоциации, сочетания, которые бы все равно так и так описывали меня. Но, глядя на вот эту лошадь, я больше задумалась о том, что я мечтающая, либо волшебная, такая всевытающая или же сильная, то ли душа, то ли сердце. И таким недолгим раскидыванием мыслей я решила, что это будет вечная кобылка под названием, с прекраснейшим просто будет именем Dream Heart. Мечтающее сердце, сердце мечты. Но, допустим, в русской локализации это... Мечтающее сердце. Или же сердце мечты. Не знаю. Просто именно в такой последовательности. Heart Dream я не хочу. Я даже не знаю, есть ли возможность поменять эти слова местами. Я вообще не знаток английского, но я хочу, чтобы это было именно вот так вот. Д. Первое слово на букву Д, это вообще шикарно, потому что у меня имя на букву Д начинается. Dream. Мечта. Я обожаю. Я мечтатель по жизни. Dream Heart. Heart сердце. Ну, как бы... Как тут просто не сделать мощную ассоциацию со мной? И, кстати, сейчас, на данный момент записи, у меня цвет волос вот один в один, как у этой лошади. Не знаю, будет ли это плюсом или нет, но давайте мы же купим эту замечательную, мечтающую волшебную кобылку, вечную Dream Heart. Покупаем. Я просто не знаю, как это... У меня сейчас очень странные эмоции, потому что, по сути, я сейчас, по идее, смотрю на себя в интерпретации к этому персонажу. Ой, да, это я иногда, когда меня поздно заставляют сидеть играть в ноутбук, я тоже так сонно становлюсь так отправить на конюшню. Это самая, по-моему, быстрая покупочка на данный момент из тех, что у меня были. Ну что ж, поздравляем Крис Мунсмин с данной покупкой. Сейчас мы отправляемся на конюшню. Покупаем не до уздок, а также амуницию этой лошадки. Я приехала на конюшню и поняла, что, возможно, хозяйка данного персонажа уже подготовила даже Дениг для нашей покупочки. И вот она, Dream Heart. Здравствуй, красо... Здравствуй, я! Здравствуй, красоточка! Здравствуй, мечтающее сердце! Сердце мечтателя! Не знаю, просто... Просто милейшая лошадка! Знаете, мне нравится, как они смотрятся. Все-таки, да, вот, пожалуй, да, это вот та лошадь, которая сегодня в моих глазах на данный момент ассоциируется именно со мной. Хотя, на самом деле, если засидеть и подумать, то еще будет куча лошадок, которых я могла бы купить. Но, на самом деле, эта порода была самой первой, о которой я подумала, когда этот человек написал все свои требования к покупке лошадки. Так, и зачем мне подходить к шкафу? Человек сказал, что у этой лошади должен быть собственный комплект, и мы имеем полное право его купить. Начнем мы с недоустка, благо, да, благо сейчас лохматики, как я их называю, получили расширение, и могут носить намного больше амуниции, чем те же фризы. Так, я люблю фиолетовый цвет. Я обожаю фиолетовый цвет, и, ну, тут лавандовый, конечно, еще есть, но вот для этой именно лошади я не знаю. Я надеюсь, мне будет простительно, если я куплю еще один этот недоусток. Больше же у нас никаких нету. Он мне очень сильно нравится, поэтому покупаем. Давайте мы сразу его примерим. Ой, ну прям, ну я люблю, я люблю фиолетовый цвет. Вот, посмотрите, глазки такие красивенькие. У меня, кстати, глаза становятся вот такого же непонятного, то ли коричневого, то ли огненного цвета, когда мне светит луч солнца в глаз. У меня глаза как будто драконьи какие-то становятся именно по цвету. Так, начало положено. Теперь идем к амуниции. Так, идем смотреть. Вот, в принципе, весь сет. Мы покупаем уздечку. Мы покупаем седло. Боже, эти струны, у меня мурашки начинают бежать по спине, когда я трачу чужие старкоинцы. Так, ну вот что-то все-таки меня смущает в этом вальтрапе, хотя мне кажется, он прям симпатично смотрится, прям подходит. Так, надо уже заканчивать. Я что-то заседелась в магазинчике. Да, давайте, пожалуй, черный. Вот есть такой серый вальтрап, а есть такой черненький. И, пожалуй, мы купим именно его. Да? Да. Именно так мы и сделаем. И покупаем вот этот вальтрап. Так. Раз, два, три. Ооо, ну просто посмотрите, какая прелесть, ну красотуля. Так, я надеюсь, хозяйка не будет против, если я переодену ей только кофту. Только кофточку переодену буквально и все на какую-нибудь другую. Осталось только найти какую. А вот, кстати, да. Давайте вот так. Ну классно, слушайте, мне очень нравится. Ой, ну прям очень нравится. Вообще не жалею, что решила купить ей лохматика. Давайте немножечко поедем, посмотрим, как смотрится данная парочка вместе. Так, поедем и вернемся. Сейчас, правда, к сожалению, мы не можем бежать на полном галопе. Я не хочу делать уход. Пусть это сделает хозяйка. Пусть сама поднимет его до второго уровня. Так, и нам нужен день. А то розовый закат нам тут нет, а картинку не красит. Ой, ну прям классный какой. Классная. Почему? Почему он? Классная. Джим Харт, эта кобылочка. Красивейшая, наипрекраснейшая кобылочка. Ну просто, просто прелесть. Ну как в такое не влюбиться? Да еще и с ассоциацией со мной. Мне очень нравится. Я очень радуюсь. Прям, ну просто. Это я. Это очень странная ассоциация. Но это я, да. Вот. Так что делаем быстренько фотографию. И на этом мы будем заканчивать. Ну что ж, поздравляем еще раз Крис Мунсмит с приобретением лошадки, которая будет ей ассоциацией на меня, на Данна Левгеймс. Это очень приятно. Спасибо ей за такую прекрасную возможность. Ну а на этом все. И мы будем с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ну какая пусечка? Я прям не могу. Музыка. 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 Музыка.